Каждому из кандидатов предоставить слово, некое обращение, здесь метафорическое у нас, небольшая аудитория, но широкая интернет-трансляция, и дальше видеозапись пойдет в народные массы, обратиться к своим избирателям, обратиться к психотерапевтам, психологам, социальным работникам, тем, с кем вам предстоит работать, что вы хотите сказать им и какие-то, может быть, части вашей такой скомпонованной резюме предвыборной программы. Но, если можно, ограничено тремя минутами. — Давайте я. — Коллеги, у нас сейчас с вами есть возможность изменить, если не всю российскую психотерапию, то хотя бы Российскую психотерапевтическую ассоциацию. Здесь же звучало слово «реанимировать», вдохнуть в нее новую жизнь, новый заряд какой-то. Это может быть возможно, только если мы совместно с вами будем работать. Я иду не в единственном числе, я иду целой командой, здесь присутствует и Дмитрий Ковпак, и на сайте там из вице-президентов Татьяна Караваева. Виктор Анатольевич Ташлыков дал свое согласие быть одним из вице-президентов. Очевидно, мы сейчас работаем, чтобы клинические психологи предложили свою кандидатуру, это будет тоже уважаемый член сообщества. И если это все, это только вице-президент, а будут еще члены Координационного совета, который тоже будет изменен и обновлен, если это получится, то, возможно, мы с вами будем иметь как минимум новую, работающую, современную ассоциацию. И дело уже за нами. Спасибо. Уважаемые коллеги, от себя хочу сказать, что приглашаю к активному сотрудничеству и приглашаю к активному сотрудничеству и тех коллег, с кем уже налажены отношения, и тех коллег, кто думает об этом. Хочу сказать, что несмотря на то, что сейчас очень сложная ситуация как в ассоциации в отдельности, так и в экономической ситуации в целом, но утешает лишь одно, что когда рядом пальмы и бананы, то, как правило, развитие останавливается. Поэтому иногда, когда происходят очень глобальные перемены, к ним тяжело относиться спокойно и философски, но зачастую это дает такой хороший пендаль или толчок для развития. Вот будем надеяться, что все эти условия дадут хороший толчок для развития Российской психотерапевтической ассоциации. Дорогие коллеги, мои избиратели, люди, которые готовы подбежать в мою кандидатуру, я считаю, что вы совершаете правильный выбор. Вы будете выбирать человека, который всю жизнь посвятил психотерапии. Я всю жизнь занимаюсь психотерапией, только делаю только это. Я считаю, что мы с вами должны обновить не только ассоциацию, мы должны замахнуться на радикальное или качественное изменение психотерапевтической ситуации в стране, потому что в настоящий момент времени для этого есть все необходимые возможности. В качестве базы ассоциации есть созданный Институт психотерапии и медицинской психологии по имени Борисовича Корбасарского. Это не государственное учреждение, которое не имеет никакого отношения к государственным структурам. Это значит, что с ним ничего не случится, что никого не смогут закрыть, убрать, лишь делать что-то еще, потому что это учреждение будет служить базой для нашего развития. Это поможет нам двигаться устойчивым образом к развитию и совершенствованию психотерапии и в ассоциации в нашей стране, и, самое главное, в регионах. За мной идет целая команда специалистов. В эту команду включаются разные люди, специалисты в области психотерапии, организации, образования и медицинской психологии. И я считаю, что мы вместе с вами победим, и наших поверженных партнеров обязательно приглашим к сотрудничеству, потому что, как вы знаете, Сергей Михайлович у меня был вице-президентом в этом выборном сроке, я надеюсь, что он послужит нам и в дальнейшем, тем более, что он действительно хорошо занимается и понимает региональную политику, вот он и займется ей. А Александр Николаевич, используя свою молодость, тоже будет важным участником этого психотерапевтического процесса развития. Спасибо, коллеги. Спасибо большое, коллеги. Два часа пролетело незаметно, но были очень насыщены. Мы, конечно, не смогли охватить все вопросы, их десятки, но, тем не менее, на мой взгляд, какие-то важные мы успели затронуть. Большое спасибо аудитории, всем, кто нашел время, силы в этот непростой морозный день добраться сюда очно. И большое спасибо тем, кто смотрел интернет-трансляцию, и те, кто сейчас смотрит нас в видеозаписи, поскольку мы запечатлели эти важные первые в истории Российской психотерапевтической ассоциации очные дебаты, и, я надеюсь, это войдет в аналы ассоциаций и будет в дальнейшем использоваться как форма для таких стандартов подготовки. Дмитрий Ильич, еще буквально маленькое слово. Я считаю, что люди, которые написали из регионов, послали, они должны, наверное, эти вопросы должны быть нам разданы, чтобы мы ответили на них и поместили на сайт. Организационный вопрос, да? Если напрямую не смогу я, например, участвовать в выборах 6-го числа, то как я это могу сделать? Давайте отвечу вам просто по уставу. В настоящий момент Санкт-Петербургское региональное отделение, оно очень качественное. В нем насчитывалось, по словам его руководителя, вот в последнее время активно занимается Владимир Иванович Курпатова, порядка 500 членов на каком-то этапе. Я так понимаю, что это было в какой-то степени связано с должностью, ну или с позицией заведующей кафедры, вот когда, возможно, просто курсанты слушали и туда включались. В настоящий момент взносов сдано из Санкт-Петербурга на две кандидатуры, которые представляет региональное отделение РПА. Поэтому если вы сдадите достаточное количество взносов, если, например, вот те, кто вас сегодня не сдал, заполните анкету. Кстати говоря, хочу сказать о том, что мы договорились о том, что те, кто вступит в РПА до съезда, будут действительными членами с самого начала, без всякой дополнительной подготовки, ну, так сказать, чтобы это не имело заднего движения, значит, чтобы законодательный акт не влиял на другие вещи. Сейчас пока члены Единова, это будет самый высокий статус. Поэтому вам прошу обратиться в региональное отделение, Владимир Иванович Курпатову, и, значит, может быть, так сказать, они сейчас там решают, кто будет представлять, но у них сегодня пока две квоты только, ну, не включая Владимира Ивановича самого, потому что сдано взносов вот на такую сумму. Вопросы, я думаю, будут множиться. Можно их присылать на сайт РПА, можно их готовить к съезду, передавать в случае необходимости членам Координационного совета. Ну, я думаю, мы тоже обсудим, что те, кто сдал членские взносы, но не может технически присутствовать на съезде, где, возможно, члены Координационного совета каким-то образом смогут эти голоса все-таки внести. Вот если вы будете делегатом от регионального отделения, тогда вы можете доверенность, мы решили так, что вы можете личную доверенность передать кому-нибудь из тех людей, которым вы доверяете, и членам Координационного совета. Простой член Ассоциации, он лишен права выразить своего голоса. То есть он должен его как-то отдать, сгруппировать, и потом это все будет проголосовано. Это в плане развития контакта с простыми членами РПА, мне кажется, на это стоит обратить внимание. С точки зрения даже нашего демократического государства, в котором мы находимся на сегодняшний день. Спасибо большое. — Я, к сожалению, должен вас огорчить, но все-таки есть принцип выборности. Ну как обычно, выбирают выборщика, выборщики потом участвуют в США, в других странах. То есть делегаты голосуют от региональных отделений. А вы, конечно, можете высказать позицию повлиять на ход избрания. Приходите и скажите, что вы думаете. — Давайте мы эти острые вопросы оставим все-таки на съезд. Большое спасибо еще раз всем, кто пришел. Огромное спасибо кандидатам за такие яркие дебаты. И удачи каждому из вас на предстоящем съезде. — Спасибо за активность. — Спасибо, господа. — Спасибо. — Спасибо большое. — Секция подостровствует. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо тебе. — Спасибо. — Спасибо.